Апошня новины Гомельщины в материалах корреспондента у телерадиокомпании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Витаю вас. Сегодня у Петриковской центральной районной больницы отбылась знаковая падея. После реконструкции, которая велася на протягу года, открыты приемные и педиатричные отделения, а также новый харчовый блок. Колесо 7 миллиардов рублей были выдаткованы на проведение ремонтных работ и 1,5 миллиарда на набытье обсталевания. Дмитрий Котов протягнет. Для каждого города повышение якости медицинского обслуговывания мая великое значение. А для городов с невеликой колькостью насельництва открытие подобных социально-значных объектов – зъява удвоя приемная. Проведенная реконструкция у центральной районной больницы выник пленого супрационниства мясовых уладов, будовников и медперсонала. Кульминационный момент переразания червоной стушки и новые отделения официально начинают свою працу. Коли театр распочинается с вешалки, то кожная больница с приемного отделения. У Петриковской ЦРБ приемный покой будет принимать пациентов круглосуточно, у Тымлику, у выходные и святочные дни. Есть все необходимое для оказания першесной медицинской допомоги. Оборудование, которое у нас сейчас появилось в приемном покое, оно позволит на расстоянии практически подаваться, консультироваться по кардиограмме по пациенту, любого врача с района вместе с дежурным врачом. И дежурным реминоматологом ЦРБ. И принятием дальнейшей тактики по лечению и ведению данного пациента. Имеется взаимосвязь приемного покоя, конечно, с отделением скорой нетложенной медицинской помощи, со всей сетью, которая имеется в районе. Дякуючи проведенной реконструкции у педиатричного отделения полностью заменена мебля, заявилась палата повышенного комфорта, обсталевана гульнявая комната, где дети смогут текаво и с корыстью проводить вольный час. Не секрет, что позитивный настрой пациента уплывая на процесс выздоровления. А гульная сумма, якая была затрашена на новые объекты – 8,5 миллиардов рублей. Головное, что проведение ремонтных работ ни каким чином не повплывало на оказание медицинской допомоги у ЦРБ. У нас имеются дополнительные площади, на которых мы разместили педиатрическое отделение, создали условия на тот период, пока мы делали ремонт. Пациенты наши не остались без стационарной медицинской помощи в качестве педиатрии. Завершенная работа по реконструкции ЦРБ – не подстава для отпочинку. Уже зараз районные улады будуют планы по дальнейшим развитию медицинской голены. Многое еще впереди нас ждет именно в здравоохранении. Это открытие родильного дома, который на сегодняшний день в Петрикове отсутствует. Ну и, конечно, то, что сегодня делается благодаря и облсполкому, и, конечно, здравоохранению облсполкома. Я надеюсь и уверен, что у нас еще будет многое сделано в дальнейшем благоустройстве нашей больницы. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадио-компания «Гомель», Петриковский район. До новина у выборчай кампании. Сгодно с даденными областной комиссией по выборах президента Республики Беларусь, за три дни до терминового голосования на участки, яке размещены на территории Гомельской области, пришло крыху больше, как 19% выборщиков. Олег Сент-Ро потекавился ходом выборчай кампании у Добрушским район. Увесы Крупец Добрушского района выборчий участок разместили у будинку сельского совета. Тут и место хапае, и для населительства зручно. По информации членов комиссии, за три дни проголосовали, когда 30% выборщиков. Сами вязковцы кажут, что работа в сельском местовом сезонная, и когда есть час, необходимо прийти на участок. До речи, подчас до терминового голосования вязковцы не сапсовали ни одного бюллетеня, что можно лечить еще одним подтверждением. Тут выборчий процесс организован на належном узровне. Никаких вопросов не возникает. Выборы проходят спокойно, в спокойной обстановке. Так что, как бы так, никаких вопросов пока у избирателей и по проведению выборов, по организационным вопросам. Все отлично. Настрой, за кем идут на участке выборщики, перш за все залежатят узровню их життя. А тому далеко неопошнее значение мают выники деяностей сельскохосподарших предприемств. По климатичных умовах у Добрском районе гэтый год был не опростым, а ле покажщики у основном не горш, чем у минулом годе. У акционерного товариства Жгунская лидерами себе не лечить, а ле и не скарзиться. Акционерное товариство Жгунская Добрского района, господарка рентабельная, валовый сбор сборжа с великом кукурузы на узровне минулого года, на дое молока больше леточных. В угле, сдаются причин, как не прийти на выборщий участок, уже хоров агрогородка нема. На участку у агрогородка Жгунь зарегистровано крыху больше тысяча выборщиков. Сказать об их низкой активности не приходится. Причем у каждого своя причина принятию дел у выборщей компании. 86-годовая Мария Кыржановская узгадывая, яким было житё у вёса после Великой Отчины, и додает, что не жидая ничего подобного своим нащадкам. Я в школу не ходила, война была, бушевала немец. Матка меня не пускала никуда в школу. Он сказал, куделю, прячь, ткач, кросны. Вот чем мы занимались в то время. И глянул. Тогда в магазинах не было ничего. Процесс голосования у вёса мая своя саблевостья. Беж за всё тем, что тут нема чужих людей. После того, как бюллетень опыняться у скрыни, можно доведаться пошней новинной и поделиться с одновесковцами своими клопотами. Шматк, кто зык, с выборчика участка, накеровывается на работу у сега с предприемства, тя на присадебные участки. Тем больше, что надворые сприяя проведению работ. А вот 11-го, как астричника кажуть, при любом надворье, я не обовязково зробись сабе выходные. Тем больше, что на гэтый день по всей Гоминской области запланованное масштабное культурно-спортивно-забавляльное мероприемство. Это и, допустим, белорусские ремёсла, это и, опять же, фотовыставка «Красота нашей природы», это и картины белорусских художников и прочее, прочее, прочее. Различные конкурсные программы, причём на любой возраст, на любой вкус. Это и спортивные мероприятия, это и общение с специалистами из различных отраслей. То есть человек-избиратель, придя на участок, проголосовав или до голосования, он может пообщаться со специалистами, допустим, медиками из жилищно-коммунального хозяйства, с нотариальными специалистами, и задать любые интересующие их вопросы, и, естественно, получить определённые ответы. Так что, в принципе, придя на избирательный участок, можно провести там целый день. Александров, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Добрский район. Забеспечение насельничества рослиноводшей продукции у межсезонных период – одна из наибольш важных задач державы. С этой нагоды комитет державного контроля Гомельской области провёл мониторинг широкого сельско-господарчих предприемств региона. Разом с контролёрами ситуацию оценили и наши корреспонденты. На Гомельшине протягивается уборка Городнины. Климатичные умовы сёлята оказали на урожайность, не который уплыл, а ли проблем по забеспечению насельничества явно не будет. Инша справа, что всё собрано и необходимо заховать. У вынеку о маль 10-годовой реализации отповедных державных программ на территории в области побудовали некольких Городнина сховища у опошнего поколения. Правда, не глядяши на сучастность, контроль за их станом ведется постоянно. У минулом месяце специалисты комитета державного контроля снова провели их мониторинг и не нашли никаких порушений. Мы осматривали в первую очередь сама готовность хранилища, к хранению продукции. То есть это очистка, дезинфекция холодильных камер, пробирование оборудования по созданию микроклимата для хранения, то есть как бы исправность и поверка приборов контроля за микроклиматом. В этом году формировать стабилизационный фонд на Гомельшине будут 12 сельскохосподарших предприемств и одна фермерская господарка. Комбинат «Усход» Гомельского района сёрот их. Сучастность Городнина сховища тут увели у эксплуатацию в 2012-м. Сёня тут можно заховывать практически усе культуры. Увогули, по информации администрации комбината, сёлято у первую чергу по причине сухого надворья уроджайцы буля оказався крыху меньш леташнего. Морквы на тем же узровни. Зато и бульбы и бураков сабрали больше. Правда, залежить однодворья у господарцы на меру не маюць и им кнуса минимизовать макчимые страты. У тым леку прасукаранение передовых технологий и набыцё новой техники. Мы пришли к полному переворужению отрасли картофелеводства, конкретно по выращиванию картофелев и по выращиванию овощей. Мы закупили шлейф современного оборудования, начиная от посадки до предрадиционной подготовки картофеля и тех же самых овощей. Комплекс новых сажалок, посадочных машин, новых картофелеборочных комбайнов, новых сейлок овощных. Сёня у комбинации «Усход» планы по закладце Гароднины на зимовый период перевыконываются. Той же бульбы, например, у «Сховищ» уже 120% от першопочатковых заданий. Цы були у воголю в 4 разы больше. У инших сельхазпредприемствах доведенные планы обіцаюць выканаць так само. Одночасово у Гомельской области створена рабочая группа, якая будет контролировать якась Гароднины, что поставляется у гандлёвую сетку. А так само цены на ею. Есть усе подставы стверждают, что за зиму яны значно не повелишатся. Как по прошлому году судить, что было осенью, что было весной, практически на одном уровне. Незначительно. Скорее всего, не столько проблематично это будет и по цене это для населения, сколько это больше, наверное, проблем будет для нашего хозяйства. Потому что рынок диктует цены, а, соответственно, цен высоких мы не наблюдали по весне. Ну и сейчас осень тоже, скажем так, уровень цен относительно невысокий. Я бы сказал, что для, например, на ярмарках цены, я вижу, какие выставляются с предприятиями, нашим хозяйством, довольно-таки доступные цены. Алисин Цюрова, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, Телерадо, компания Гомель. У Ахрагородка Урыцкая Гомельского района сегодня отбылось урочистое открытие музейной экспозиции, присвеченной героям-урадженцам поселка, братам Крычауцовым. У самом початку Великой Чинной войны яны разом здействовали важный подвиг, який, на жаль, каштавал им жителям. На открытии экспозиции в Аурыцкой сельской библиотеке присутствовали и гости из России. Делегация супрацовника у библиотек, якая в рамках 11-х усьроссийских библиотечных паулянковских читаннёв завитала у Гомель. Вероника Ворошилина с подробязностями. Адвага, мужность, самоданность. Гэтые три слова наибольшь йомиста характеризуют трех героев урадженцов поселка Урыцкая, Константина, Міная и Елесея Крычауцовых. Родные браты уваходзели у адзіны танковый экипаж. У своим першым бои яны знищили 4 танки и 2 бронетранспортеры противника. На 6-й день Великой Чинной войны, 26-го червеня 1941 года, Гэтые молодые люди здеснили неумеручий подвиг, пайшли на танковый таран. Боевый транспорт братов был подбитый, не губляючи ни хвилины, экипаж накерывал подпаленную машину у ворожий танк. Когда подбили танк, он загорелся. Они не ожидали, когда они направились со всей скоростью и врезались в танки. Получается, танковый таран. Они погибли. Они предпочли смерть, а не плен. И мы гордимся нашими этими братьями Крышавцовыми. Жаль, что они по смерти не награждены. Не глядячи на то, что подвиг братов Крышавцовых не отзначенный державными узнагородами, я назавсёду описанную историю, а горнутой и непорушной народной подякой. У память про отважных танкистов названа одна звули с Гомельского района, детячая школа мостаства у Агрогородка Урыцкая. Их подвигу присвячены широк книг и музейных экспозиций, у тым лику и та, якую рачисты открыли в Ауритской сельской библиотеце. Дарыш, и при этом присутничали гости из России, делегация супрацовников библиотек, якая в рамках 11-х усероссийских библиотечных полянковских читаний завитала у Гомель. Мы рады, что здесь представители Российской Федерации присутствуют при открытии такого музея. Для нас это очень важно, потому что память, не только память, объединяет наши народы, надежда на будущее и общая история. У центра вёски Урыцкая Гомельского района возвышается помник землякам, которые загинули в годы Великой Отчинной войны. На одном из баррельефов три танкисты, это браты Крышавцовы. После открытия музейной экспозиции у дельники мероприемства усклали к ветке до помника, а некто из присутствующих узгадал в памяти. Гэтая молодые герои по загляку души были яшейты линовитыми музыками. Творчость уселяла у их силы и поддерживала бадёрысть духу. А боль за все браты Крышавцовы любили родную землю и их веровали своими жителями деляя ей светлые будущие. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». И на этом выпуск завершенный. Усяго вам самого доброго. И до новых встреч у эфиры. Субтитры создавал DimaTorzok